Я начинаю чтение Второй книги царств. Давид, откуда ты пришел? И сказал тот, я убежал из стана Израильского. И сказал ему Давид, что произошло, расскажи мне. И тот сказал, народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его Иоаннафан. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, как ты знаешь, что Саул и сын его Иоаннафан умерли? И сказал отрок, рассказывавшему ему, я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал, вот я. Он сказал мне, кто ты? И я сказал ему, я амалекитянин. Тогда он сказал мне, подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, откуда ты? И сказал он, я сын пришельца, амалекитянина. Тогда Давид сказал ему, как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давид одного из отроков и сказал ему, пойди убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня. И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана, сею плачевную песню. И повелел научить сынов из Иудиных Луку, как написано в книге праведного, и сказал, красота твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула. Как бы не был он помазан елеем, без крови раненых, без стука сильных, Лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов были они. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. КОНЕЦ